Всем привет и добро пожаловать в следующий выпуск новостей из мира технологий. Погнали! Есть какая традиция, каждый год подсчитывать, сколько Apple на нас, простых любителей яблок, зарабатывают. Речь не про какие-то там скучные финансовые отчеты, а о таком занимательном занятии, как подсчет стоимости комплектующих. Все знают, что если заполучить необходимый набор запчастей, то собрать смартфон не составит труда, и скорее всего получится даже получше, чем у Apple. Тарара! Ну, по... А! А! Сейчас покажу, как работает! Ха! Так вот, по подсчетам Tech Insights, в этом году набор для изготовления прошки обойдется аж на 22 бакса больше, чем в прошлом. И, например, себестоимость версии на 256 гигабайт 570 долларов. Причины роста – дорогой дисплей и дефицит комплектующих. Стоп, это что же получается? Apple буквально дарит каждому покупателю 22 доллара? Ведь розничная цена не изменилась. Выходит, что так, но вы за купертиновцев сильно не переживаете. На новых чехольчиках все отобьют. А вот удастся ли отбиться от новых нападок антимонопольщиков Евросоюза пока непонятно. Еврочиновники почти закончили расследование и планируют вжарить яблочников за закрытость Apple Pay. Мол, сторонняя система оплаты на iOS не имеет доступа к NFC и это нарушает антимонопольное законодательство. Понятно, что судебные разбирательства по подобным делам могут длиться годами, но, глядишь, когда-нибудь увидим Google или Samsung Pay на айфонах. Здесь, конечно, Apple не найдут лазейку, чтобы это как-нибудь обойти. Вон по единому стандарту зарядки еврочиновники почти дожали, но яблочники, походу, скорее выпилят все разъемы в айфоне, чем вставят в него вражи USB-C. Как бы то ни было, учитывая сроки разбирательства в европейских судах, эта история минимум на пару лет, а там, глядишь, какая-нибудь альтернатива NFC разовьется. Кстати, о развитии. По информации Bloomberg, Apple работают над новой версией CarPlay, которая будет намного сильнее интегрирована в систему автомобиля. С помощью смартфона можно будет управлять климатом, задавать настройки для сидений и управлять встроенными функциями. При подключении телефона к машине можно будет в один клик настроить ее под себя. Плюс приложения смогут существенно расширить свою функциональность за счет обмена информации с различными датчиками автомобиля. Еще было бы неплохо, чтобы новый CarPlay мог выводить подсказки навигации на приборную панель, и штатные навигашки с их кривыми картами и интерфейсами ушли на заслуженную пенсию. Одно печалит проект, пока находится на ранней стадии и вряд ли увидит свет в ближайшее время. В автоиндустрии, знаете ли, дела быстро не делаются. Но что очевидно уже сейчас, Apple, в отличие от Google, не планирует полноценно выходить на рынок автомобильных мультимедийных систем и рассматривает их скорее как набор дисплеев для подключения смартфона. Правильно этот подход или нет покажет время, но думаю очевидно, что CarPlay уже во многом морально устарел и нуждается в серьезных доработках. Очевидно и то, что сейчас самое время заняться подготовкой автомобиля к зиме. Потому что даже пару дней в холода без машины это очень неприятно, а недели или две это вообще катастрофа. Поэтому лучше все проверить и заменить заранее. А сделать это рекомендую на станциях Mobile 1 Center. Это широчайшая сеть из более чем 500 сервисных станций. Вне зависимости от места расположения, обратившись туда, вы можете рассчитывать на качественное обслуживание и высокую квалификацию механиков. Все станции Mobile 1 Center работают по единым высоким стандартам. Гарантируют оригинальность масла и его превосходное качество. Звонить никогда не надо, записаться на любое удобное время и день можно онлайн буквально в пару кликов. Еще при замене масла в центрах, механики бонусом бесплатно проведут диагностику вашего автомобиля по 10 пунктам. Короче, удобно и качественно. А если прямо сейчас запишетесь онлайн на замену масла в ближайшую станцию Mobile 1 Center по ссылке, то по промокоду VILSA получите хорошую скидку в 700 рублей на весь чек при единовременной покупке масла и его замене в Mobile 1 Center. Тут я понимаю выгодное, а главное своевременное предложение. Позаботитесь о своей машинке прямо сейчас и уверенно через пару месяцев скажете себе спасибо за смекалку, а Mobile 1 за крутую акцию. Думаю, многие из нас навсегда запомнят понедельник 4 октября как день, когда нам таки пришлось отложить смартфоны и заняться реальными делами. По данным ресурса DownDetector, это самый крупный сбой в истории, повлиявший на миллиарды пользователей по всему миру, которые за 6 бесконечно долгих часов великого падения подали почти 11 миллионов жалоб. Ты честно, где они их оставляли? Видать в твиттере, который не упал и стал той самой соломинкой, за которую схватились пользователи. Как же так вышло-то? Неужели опять хакеры и кража личных данных? Это сложно поверить, когда речь идет о фейсбуке, но нет. Причина сбоя – изменение конфигурации и маршрутизации, из-за чего серверы фейсбук банально не могли общаться друг с другом. Сеть каково быть тем самым сисадмином, который нажал кнопку Enter для подтверждения изменения конфига. Потому что у кого реально был черный понедельник. Ну, не бывает худо без добра. Во-первых, у порнхаба трафика вырос почти на 10%. Ну, а че, тоже своего рода соцсеть. А во-вторых, скоро в наших смартфонах может стать на один мессенджер меньше. Только представьте, все открытки от родственников, ради которых многие и держат ватсап, будут прилетать сразу в телегу. За все те же 6 часов, по словам Дурова, к телеграмму присоединилось более 70 миллионов новых пользователей. Для понимания того, насколько это много, в январе общая аудитория мессенджера составляла около 500 миллионов. Ну, вот уж повезло, так повезло. И, видимо, на радостях Паша решил рассказать, как будет выглядеть давно обещанная монетизация в телеграме. Не переживайте в личку, никто залазить не будет. Рекламное сообщение появится только в публичных каналах. И так как телега не собирает данные пользователей, то сообщения будут зависеть только от тематики канала. Канал о путешествиях. Вот вам реклама авиабилетов. Музыкальный канал, как, например, кстати, мой музкультура, по ссылочке в описании. Не желаете ли пойти на концерт? И так далее. Пока все деньги с рекламы будут идти на обслуживание телеги, но в будущем планируют делиться и с владельцами каналов. В целом, в сравнении с тем же вайбером, очень лайтово и не напряжно. Единственное, но в рекламных сообщениях нельзя использовать внешние ссылки. По сути, рекламировать можно либо что-то абстрактное, либо те же телеграмные каналы, что сильно сужает круг рекламодателей. С такими условиями на содержание серверов бы заработать, не то что с создателями контента делиться. Хотя они и так нормально за рекламу получают и ссылки, кстати, без проблем публикуют. На неделе состоялся релиз Windows 11 и несмотря на то, что внезапно система оказалась на удивление стабильной, уж совсем без проблем с некоторыми конфигурациями не обошлось. Например, кое-где 11 винда порезала производительность в играх аж на четверть. Проблема, как оказалось, связана со встроенной функцией безопасности VBS и встречается только на OEM-сборках крупных брендов системы, установленной с нуля. Фиксится откатом на десятку с последующим обновлением на Windows 11. Неприятно, но с учетом того, что наши бояре предпочитают собирать игровые печи самостоятельно, при всем уважении, это не проблема. В отличие от того, что производительность процессоров AMD в Windows 11 снижается чуть ли не на 15%, это в том числе и в играх. Не вдаваясь в технические подробности, виновата новая система работы с кэш-памятью. И то, что в Windows 11 не позволяет выделить для задачи самое быстрое ядро процессора, так что одну часть должны сделать в Microsoft, а вторую в AMD, доработав фирменное ПО. И те, и другие обещают управиться в течение месяца, но лично я свой домашний комп на AMD обновлять на Windows 11 пока не планирую. Не хочу я в песке разбазаривать, зря я что-ли видеокарту в 3 дорого покупала. Хотя, судя по последним событиям, совсем не зря. На неделе биток опять пробил 55 тысяч. Разработчики приложения TRX пробили антимайнинговую защиту Nvidia. Теперь даже на LHR-картах с пониженным хешрейтом можно использовать 100% мощности. Да, только 30% уйдет на эфир. Остальное распределится на рейвкоин и другие чуть менее профитные монеты. Даже такой расклад выгоднее, чем доступные ранее 70% мощности, направленные на добычу чистого эфира. Плюс разработчики планируют со временем изменить соотношение в сторону эфира. Пожалуй, единственное, чем можно хоть немного порадовать геймеров, из-за параллельной работы двух алгоритмов карты с малым объемом памяти для TRX не особо подходит. А значит, 3060 Ti и GeForce 3070 Ti вряд ли будут пользоваться особым спросом у майнеров. Ну, хоть так. Рокстар Геймс официально подтвердили HD-ремастеры трилогии GTA. И показали ровным счетом ничего. Ролик без геймплея. Обещание геймплейных и графических изменений. Выход на ПК и консоли до конца года. И на мобилках в 2022. А значит что? На существенную переработку графона не рассчитывайте. Но оно и понятно. Ребята заняты контентом для GTA 5 онлайн. Им не до вашего старья. Денежки сами себе же не заработают. Хотя тут дело такое. По информации Wall Street Journal в 2019 году купертиновцы заработали с продажи игр 8,5 миллиардов долларов. А это на секундочку. На 2 миллиарда больше, чем общая годовая прибыль Sony, Nintendo, Microsoft и Activision вместе взятых. Тут дело такое. Сколько не зарабатываем, а Apple все равно заработает больше. Google назначили презентацию Pixel 6 на 19 октября. И как бы окей, но хочешь спросить, что они там показывать будут. Шестерки слиты вдоль и поперек. Причем не только инсайдерами, но и самим Google. Только за эту неделю Ice Universe показал живые фотки Pixel 6. Рядом с Galaxy Note 20 Ultra рамки у шестерки. Мое уважение. На рендерах как-то поменьше казались. А Эван Бласс выложил финальные пресс-рендеры прошки. Да что там рендеры. На просторах ютубчика уже появился обзор предпродажной версии с примерами фоточек. И спойлер, они очень ок. Вот уже сюрприз. Пиксели хорошо фотографируют. Никогда такого не было. В общем, причин особо ждать презентацию на первый взгляд нет. Разве ради цены. Но некоторые источники утверждают, что Google специально устроили информационный шум по шестерке. А настоящей звездой станет Pixel Fold. Который покажет вместе с обновлением Android 12.1, разработанным специально под гибкие девайсы. И было бы классно, если бы Google показали всему миру, что видят будущее смартфонов именно в складных аппаратах. Но то, что служба безопасности Google, также известная как решето, могла скрыть от пытливых глаз инсайдеров подобный девайс. Да нет, фантастика какая-то. Куда больше верится в то, что вместе с шестерками покажут Pixel Watch до пару умных колонок Nest. Буду рада ошибаться, но нет. А вот в чем можно быть уверенным, так это в том, что ивента Apple в один день с гугловым не будет. Инсайдеры сообщали о двух датах. И раз Google 19 с собой уже застолбили, значит макбуки на M1X, вероятнее всего покажут 26 октября. По информации Bloomberg, M1X будет десятиядерным в двух конфигурациях на 16 и 32 графических ядра. И обзаведется поддержкой оперативной памяти объемом до 64 гигабайт. Как думаете, в Intel и AMD уже напряглись? Я не знаю, что там AMD, а Intel сейчас походу на чиле, на расслабоне. А не л**ть надо! Глава компании Пэт Гилсингер и вовсе заявил, что с выходом Alder Lake на рынок эпоха лидерства конкурентов окончена. Мол, у нас снова лучшие процессоры. И да, AMD проделали отличную работу за последние пару лет, но теперь Intel is back, bitches. Ну, последнюю фразу он, может, и не говорил, но суть я передала верно. Да и судя по первым тестам Alder Lake, слова с делом у Intel в этот раз не расходятся. Топовые решения действительно обходят все, что сейчас есть на рынке. Но ключевое слово сейчас. Ведь уже в следующем году у AMD будет новый техпроцесс. Новый сокет, чипсет и технология Big Little. Короче, битву Intel, может, и выиграли, но точно не войну. Гугл навсегда отменил ежегодный видеодайджест YouTube Rewind. И это немного грустно. Мы больше не словим кринжа, не заценим рекордное количество дизлайков, не сможем токсично обсуждать очередную подделку. Но самое обидное, что Валя так и не засветился в реванде. Ушла эпоха. Подводить итоги Гугл не бросит, но выберет для этого более удачную и отвечающую современным трендам форму. Интересно, какую? Табличку в Google Docs или презентацию в PowerPoint? Узнаем до конца года. Пришел на нашу улицу праздник. Сейчас присядьте и крепко держитесь за стульчики. Готовы? В AirPods Max, а главное в Pro в последнем обновлении добавили поиск наушников. Не кейса, как это было все эти годы, а именно поиск каждого конкретного наушника. О, господи, как я этого ждала. Теперь просто заходишь в локатор и дальше, следуя подсказкам айфончика, играешь в игру тепло-горячо. Фигенно, очень помогает. Да, расстояние до метра в отсутствии чипа U1 вам никто не покажет. Но даже если бы он был, у нас бы он все равно не работал. Огненное нововведение и лучшее, что случилось с подсами с момента их появления. Главное вовремя начать поиски, а то быструю разрядку вне кейса Apple пока еще не пофиксили. Ну, знаете ли, не все сразу. Не все сразу. На этом все. Спасибо вам за ваши лайкосы, за дизлайкосы, за комментосы, за весь этот движ, который вы устраиваете. А тем, кто подписывается еще и на мои соцсети, им вообще благодать. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok